Любовь не знает законов. Таков посыл вот этой глиняной игрушки, кот с мышкой, сидящей у него на спине. Все возможно в жизни – лейтмотив выставки работ самарского мастера по лепке из глины Лоры Городецкой. Лора Константиновна более 50 лет создает глиняные игрушки, вдохновленные символами, легендами, образами Старой Самары. Автор в силу возраста на открытии присутствовать не смогла, но отобрала 80 работ. Лора Городецкая является основоположником этого ремесла в Самаре. Ее дело продолжает жить не только в собственных работах, но и в творениях многочисленных учеников. В том числе и в творчестве Елены Беляевой, которая сейчас учит лепки из глины слабослышащих детей в школе-интернате. Им очень полезно этим заниматься. Развивается моторика, ну и речи их тоже. Сама глина по себе природный же материал. Приятные ощущения, как бы даже бывает плохое настроение, когда нервничаешь. Нельзя прикасаться к глине, потому что все плохое уйдет туда. Надо с удовольствием работать. И чтобы потом, когда ты слепишь работу, она тебе самой бы понравилась. Это первая выставка галереи ремесел нового выставочного пространства, открытого на средства президентского фонда культурных инициатив. Здесь мастера декоративно-прикладного творчества, народно-художественных промыслов и ремесел Самарской области смогут демонстрировать свои работы. И наконец-то у нас в городе появилось в столице региона, появилось то пространство, которое объединяет мастеров, ремесликов всего региона. То есть на этой площадке можно будет увидеть совершенно уникальные работы, встретиться с уникальными людьми. И один из таких людей, конечно же, Лора Константиновна Городецкая, человек совершенно, не знаю, творческий, яркий, талантливый. Человек, который в своем элегантном возрасте продолжает творить и творить свой уникальный мир. Я представляю, что вот это пространство сегодняшнее, оно будет меняться, картинка меняться будет. Все ремесла так или иначе будут представлены самарской публике, ну и за пределы Самары эта выставка, конечно, выйдет. Проект сотрудничает с самарскими авторами, которые сочинили истории о некоторых экспонатах, что дает возможность посетителям иначе взглянуть на объекты выставки, погрузиться в культурный контекст самарской губернии. В ближайшее время самарцы смогут увидеть также выставку филей на гиперной вышивке и традиционного народного костюма. Виктория Шарая, Валерий Майоров, События.